Всем доброго времени сутрия, друзья! С вами Sob, и мы продолжаем играть в Surviving the Aftermath. Да, у нас очередная истерия по прохождению релизной версии игры. Что ж, в прошлой серии мы с вами наконец-таки построили столовую и распланировали целый новый район. Жилой район, но при этом уже продуманный. С отоплением, с развлечениями, ну то бишь салоном мы тут поставили, точнее баб. Со складами и в общем-то даже со школой. Но мы это пока еще ничего не построили. Поэтому я думаю, что давайте начинать побыстрее. Включаем время и начинаем строить все, все, все потихонечку. Начинаем строить все, что здесь есть. Да, у нас начинаются проблемы с водой, поэтому давайте решать проблему с водой. Каким образом мы ее будем решать? Ну, естественно, во-первых, посмотрим, куда у нас распространяется электричество. Так как у нас на данный момент 66 электричества в плюсе, нам нужно где-то начать добывать воду. В большом объеме. В принципе, мы можем с вами поставить добычу воды здесь. Есть свободное пространство и можно его занять. Ну что, не будем откладывать в долгий ящик. У нас ресурсов с вами достаточно, причем любых ресурсов. Поэтому можем смело с вами здесь распланировать, прям поставить еще дополнительные две скважины, как минимум. Где у нас еще есть свободное место, покрытое электричеством. Вот здесь у нас есть с вами свободное пространство, покрытое электричеством. Давайте решать вопрос и здесь. Четыре скважины, я думаю, нам приведут добычу воды в положительный баланс по-любому. И мы потихонечку начнем застраивать эту территорию. Ну что, да, как я и говорил в прошлой серии, столовая потихонечку начинает решать вопрос с пищей. Уже 974, хотя она опускалась до 900. А мы ничего по производству пищи не добавляли. Это не может не радовать, это вселяет в нас только оптимизм. Ну, возможно, поля нужно будет добавлять. Но опять же, поля я могу добавлять только на плодородной почве. И мы с вами в прошлой серии выяснили, что вот эта территория у нас является плодородной почвой. Нам ее нужно освобождать. Да, потихонечку, потихонечку мы этим заниматься и будем. На самом деле, мне нужно освободить вот эту территорию, поставить здесь 2-3 больших поля, вот таких вот огромных, которые будут нам приносить пользу. Но, возможно, да, возможно, нет, не знаю. Также мы в прошлой серии с вами взяли квест. Но для выполнения этого квеста, а здесь аж 6 точек, между прочим, которые с бандосами. И здесь я так понимаю, что бандосы так достаточно серьезные, ребята. Придется нам возвращать всех, ну не всех, но людей, спецов с повышенной боеспособностью, возвращать в колонию. Да? Да. Что ж, я думаю еще ко всему прочему, давайте, наверное, наших ученых, которые нам не сильно на самом деле нужны, все-таки превращать в поселенцев и распределять их куда-то на добычу ресурсов. Пора собирать с карты все ништяки, которые мы уже успели открыть. Ну что, идем в создание поселенцев? Да. Первую ученую отправляем на поселенца. И давайте выберем, куда она у нас отправится. Так, 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 я не сильно помню, куда. Но вот, допустим, сюда инструменты – полезная вещь. Очень полезная. Отправляем сюда поселенца. Здесь будет у нас ресурсный аванпост, который будет заниматься сбором качественных инструментов. Потому что инструменты у нас потихонечку падают. Окей. Второго. Второго ученого я точно так же переведу в поселенца. Вот. И давайте искать, куда бы ему отправиться, для того, чтобы, опять же, добывать нам качественные ресурсы. Наверное, на редкие металлы. Да. Вот сюда будет полезно. Вот в этот регион на редкие металлы. Отлично. Отправили, распределили. Все. Лишних спецов у нас нету. Бабушка и Тайгон у нас продолжают заниматься разведкой. Бабуля, что у нас здесь исследовала? Все отлично. Здесь ничего полезного нету. Ну что, возвращаем бабулю на разведку правой территории карты. С водой у нас, конечно, сейчас косяки. Но потихонечку, я думаю, сейчас скважины построят. И у нас с водой вообще будет все замечательно. По крайней мере, пока вода будет расходоваться из запасов. Надеюсь. Так. Тайгон. Тайгон. Опа-на. А тут у нас перекрыта территория. Да. Тут мы не сможем пройти дальше. А что у нас здесь вообще по силам? Тайгон один затащит. Огневая мощь 14 единиц урона. В принципе, баланс силу – нашу пользу. А бабуля где? Бабуля у нас далеко. Мы что, рискнем? Да, давайте рискнем. Отправим Тайгона сюда. Попробуем зачистить эту территорию. Возможно, у нас получится. В прошлой серии мы нашли последнюю общину. Литл Энвил. С ней мы уже тоже начали торговать. И это, собственно, последняя община, которую мы можем найти на карте. Всего общин 6 штук. Мы пришли к выводу, что в релизной версии разработчики ограничились шестью общинами. В принципе, этого достаточно. Я не вижу, чтобы особо была какая-то потребность в большом разнообразии. Нет. У всех все есть. Со всеми у нас вроде как хорошие отношения. С Джанклом так вообще шикарные отношения. У всех в ассортименте есть полезные вещи, которые мы можем покупать. Осталось только наладить производство денег. Ну, в смысле, производство чего-либо для того, чтобы это чего-либо продавать. Окей. Спецов мы распределили. Так, еще у нас Айви, да, здесь добыла. Она у нас ученый, она занимается добычей очков науки, которые нам, в принципе, не особо сильно нужны. Но у нее, в отличие от других ученых, аж 20 единиц урона. Ладно, ну что, потихонечку давайте подтягивать всех домой. Будем набирать, попытаемся, по крайней мере, набирать боевых персонажей для того, чтобы попробовать сегодня закончить этот квест. Хотя, что-то я думаю, что 6 точек мы сегодня не успеем с вами окучить, потому что у нас дома куча проблем. Так, у нас завершено... Так, гастрономение. У нас хлеб... Да, мы можем ставить мельницы, можем ставить пекарни уже, но пока у нас нету для этого изначальных ресурсов. Окей. Что у нас по поводу воды? Нам уже поставили наши... Скважины. Нет, не поставили. Плохо, конечно, но что поделать. Будем терпеть пока. Будем пока терпеть. Надо постепенно развивать все-таки колонию. Никуда мы не будем торопиться. Иначе можем наделать кучу ошибок. Совершенно точно. Так, есть ли у нас свободные с вами люди? Есть. Так давайте их, наверное, на рыбалку определим. Лишней рыбы нам сейчас не будет. Хотя, 1200 уже есть. Замечательно. Не может не радовать. Чего у нас, кстати говоря, в принципе, по пище. 236 единиц мяса, 700 единиц рыбы. Но при этом, как вы можете заметить, нету никаких пайков в графах пищи. Ни смешанных, ни мясных, ни растительных. Никаких. Соответственно, наш народ постепенно, конечно, их съедает. Столовая еще, я так понимаю, не вышла на производственный уровень. Возможно, придется добавлять еще одну столовую. Что у нас по ранчо? Здесь 10, здесь 8. 8, 4. Да, потихонечку, потихонечку животные растут. Ладно, увеличиваем скорость течения времени. 181 человек. Я не вижу пока смысла... А это что у нас? Ремонтная мастерская. Оп. Сорян. Не вижу пока смысла увеличивать население, честно говоря. Но в любом случае, нам это будет только на пользу. Так, здесь у нас коммунальное жилье готово. Да. Проводим процесс модернизации. Наши, я думаю, ребята потерпят. Чуть-чуть. Школа почти готова. Ремонтную мастерскую снимаем с паузы. И вообще, судя по тому, что у нас ресурсов много, давайте постепенно все-таки застраивать то, что мы запланировали. Естественно, будем начинать со складов. Так, здесь у нас ветряки еще на паузе стоят. Ну и хорошо. Не будем на это пока отвлекаться. Так, улучшенное коммунальное жилье. Наверное, выставим на него приоритет, чтобы от бездомных избавиться. И все пока неплохо. Что у нас здесь с водой? Да, нам с водой надо решить вопрос. Но я думаю, что он постепенно будет решаться. Тем более, что все ресурсы уже на эти две, скажем, натаскали. На эти две, скажем, тоже уже подтаскивают. Хорошо. Отлично. Отлично. Это не может не радовать. Так, что у нас дома? Нам нужно собирать всех спецов. Ага, у нас у Тюдора вообще другая проблема. Точнее, задача была. Ну что, пока, оказывается, мы без спецов, ребята. Так, надо за Тайгоном смотреть. Да, судя по балансу, все-таки Тайгон пока побеждает. Отлично. Это нам даст доступ к дальнейшему продвижению. К восточному региону. Отлично. К восточным регионам. Их там много. Их там много. Так, что у нас здесь? Рыбы забиты все. Улучшенное коммунальное жилье готово. Отлично. Что у нас с вами в изучении? Изучение, я так понимаю, у нас сейчас с вами заканчивается. Изучение ветки. Да, разгрузочные воронки. И, значит, мы можем тогда, наверное, давать изучение белка. Источники белка. Для того, чтобы нам личиночные фермы. И также крытые ульи начнем изучать. Чтобы можно было бы 30%, минус 30% к расходу электроэнергии. В личиночных фермах. Да, у нас все теперь, блин, расходует электричество. Но с электричеством у нас все хорошо. Потихонечку нам всего хватает, на самом деле. Плюс ко всему, у нас еще с вами запланированы аж 3 ветряные малых ветряка. Торговый караван прибыл. Отлично. Еще один час остался до нового торгового каравана. И я вот что думаю. Что у нас с медициной? Антибиотики, йодные таблетки. Да, нам нужно покупать йодные таблетки. Иначе мы можем с вами получать все больше и больше вот таких вот радиационных заражений. Так, что у нас там с торговым постом? Ага. Так, так, так. Вот есть йодные таблетки, 28 штук. Не на ту кнопку нажал. Торговля, йодные таблетки. Берем. Берем. 800 монет. О, пипец. Мощные черви. Давайте мощные черви им продадим. Заодно немножко репутацию прокачаем. Я пока не вижу, чем мы могли бы торговать в большом объеме. Потому что нам нужно стабилизировать. Мы ничего... У нас как бы нету излишков в производстве. О, автоматические винтовки. Почему бы, собственно говоря, нет? Вон, 20 штук продадим. Какое-то количество монет выгодаем. Окей? Окей. Хорошо. Один торговый караван. А где второй торговый караван? Второй торгового каравана нету. И на самом деле я бы еще антибиотиков бы взял. Если у меня, конечно, хватит на это денег. 744 монеты. Нужно чем-то компенсировать. Чем мы можем компенсировать? Давайте деталями попробуем компенсировать. Соточку отдадим. 300 монеточек получим. Да. Потому что мы их сами производим. У нас все это, в принципе, устраивает. Окей. Ну что, пока все отлично. Пока все неплохо идет. У нас все вроде как в плюсе. Скважины уже готовы. Скважины уже готовы. Две штуки как минимум. 30 единиц электричества у нас в плюсе. Здесь у нас начинают строить склад. Все. Подключено к энергии. Так. Все. С водой у нас все хорошо. Отлично. Нам просто нужно наполнить все вот эти водонапорные башни. Кстати говоря, здесь тоже пора встроить водонапорную башню. Что у нас с едой? 1380. 1400. Это я так понимаю, что у нас с вами поля, да, собрали? Не факт. Откуда у нас столько еды? Рыба. Да, рыба. Точно. У нас же начала работать хижина рыбака. Которая приносит нам еще 5 единиц пищи. О, 5 единиц рыбы. Отлично. Что у нас по ресурсам? По ресурсам у нас все хорошо. Правильно? Правильно. Поэтому я думаю, что, наверное, давайте обезопасим себя по поводу электричества. У нас как раз таки есть проблемки, начинают с электричеством. Снимаем паузу с ветряков. Опа, метеоритный дождь. До конца света считалось, что падающая звезда это повод загадать желание. В наши дни звездопад несет только смерть и разрушение. Мелкие метеориты сгорают в атмосфере, окрашивая небо алым, а более крупные долетают до земли и сеют хаос, разрушая здания и нанося колонии серьезный ущерб. Ну, у нас вроде как практически вся территория закрыта ремонтными мастерскими. Единственное, что нам... А, кстати, они здесь собрали все? Нет, еще 53 единицы. Да, мне бы вот этих трех человечков высвободить на самом-то деле. Так, и мне нужно здесь все в ручном режиме поставить на ремонт. Отлично. Все хорошо. Инфицированных колонистов 17. Так, нужно вот в этом новом районе еще куда-нибудь вкорячить нам медицинскую палатку. У нас не хватает уже медицины на такое количество населения. 180 человек это дохрена. Ладно, с электроэнергией проблем нету. Ну, точнее, как бы есть, но она пока из батареек у нас берется и расходуется... На расход у нас есть. Так, кстати, а вот сюда вот случайно медицинская палатка не влезет? Эх, она большая. Жирная медицинская палатка. Так, у нас есть медицинская палатка здесь, у нас есть две медицинские палатки здесь и одна вот здесь вот. Давайте, наверное, куда-то вот сюда, да, в новый район будем куда-нибудь пихать медицинскую палатку. В принципе, в принципе, думаю, что будет не лишним поставить вот здесь вот две медицинские палатки, тем самым мы усилим с вами, да, медицинскую поддержку. У нас уже нет ни антибиотиков, никого вообще. К нашим воротам пришли. О, как раз аптекарша приехала, да? Сына лекарства. Пожилая дама с белым и голубыми прядями в шевелюре приближается к вам. Ритмично подзвякивая небольшими склянками, стеклянными сосудами. Ее некогда белый лабораторный халат изодран и заляпан. Но держится она с достоинством. Мне сказали, что здесь есть колония, которой нужны лекарства. Должно быть, это вы. Зовите меня аптекарша. Могу ли я чем-нибудь вам помочь? Так, за пластик. А то, конечно, нет. Вон, 19 йодных таблеток за пластик. Берем, берем. У нас как раз сейчас с радиационным заражением нас инфицированных до хрена. Нам нужны антибиотики. Причем в срочном масштабе. А мы антибиотики, по-моему, как раз я и не брал, да? Да, я йодные таблетки брал. Окей. Ладно, идем на карту мира. Что у нас тут бабуля делает? Бабуля у нас открыла новый регион. И давайте ее отправлять вот сюда. Окей. Тайгон. Тайгон молодец. Победил бандосов. И половину хп только себе снял. Окей. Значит, он может идти спокойно и следовать дальше. Здесь у нас что? Два региона и сюда проход. И бабуля у нас уже начинает подтягиваться с этой стороны. Окей. С разведчиками все понятно. Но мне непонятно, какая у нас ситуация с квестом. У меня нету боевиков. Придется этот квест все-таки отложить на будущее. До лучших времен, скажем так. Что у нас здесь по электричеству? По электричеству все хорошо. 36 в плюсе. По воде 55 в плюсе. По еде 1424 единицы. Но пайков я как не видел, так и не вижу. Хотя нет, вон уже есть 4 растительных пайка. Отлично. Да, у нас с растительной пищей начинаются косяки. Но опять же, у нас была недавно в прошлой серии зима заканчивалась. Поэтому я думаю, что это связано именно с этим моментом. Хотя, блин, опять же, может стоит начать закупать еду. А может и нет. Что у нас с настроением? Минус 139 единиц. Нетерпение уже 139 единиц. Соответственно, нам нужно увеселительные заведения ставить. Блин, ребята, вам охренеть как, наверное, не весело, да, сейчас? Но опять же, это может мне... Это способствует тому, что я сдерживаю рост населения. Пока мне рост населения не нужен. Меня все устраивает. Так, у нас колония на второй скорости. Со складами у нас все хорошо. Так, что у нас здесь по инфраструктуре? По инфраструктуре давайте, наверное, включать вот эти два здания. То бишь трансформатор и запас воды. Водохранилище. Здесь у нас все на автоматическом режиме чиниться. Поэтому я не особо буду запариваться на этот счет. Давайте смотреть дальше. Здесь тоже должно быть, по идее. Да? Да? Или нет? У нас, наверное, на ремонт и мастерских не хватает народу. Поэтому... Поэтому они не спешат их чинить. Ладно, ничего. На время катастрофы поможем руками. В принципе. 17 единиц. Побыстрее бы уже пластик собрали. Да, еда по первому вверх. Ну, потому что рыбу добавили. Рыбу включили и все хорошо. Так, источник загрязнения у нас закончился. Да? Где? Ну, здесь еще два, так что не обращаем внимания. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все ломается, все рушится. Ну, это на самом деле все потому, что у меня в мастерских по одному человечку только сидит. Кто-то он умер от инфекции. Ну, что ж. Это, опять же... Это, конечно, плохо. Вот еще один от инфекции умер. Колонист. Еще один от инфекции умер. Ну, я надеюсь, эпидемий не начнется. Ну, вроде как нет. Ладно, придется как-то с этим решать вопрос. Так, Тюдор. Лекарства собрал. Дальше идет сюда еще одни лекарства собирает. Редкие металлы собирает. И все, вроде, да, по пути у него домой больше нету никаких ресурсов. Что у него с жизнями? С жизнями у него там все отлично. Окей. Бабуля. Новая территория. Пустая территория. Переходим к следующему району. Тайгон. Открываем. Пустая территория. Окей. Дальше. Возможно, мы сегодня с вами успеем закончить разведку. И это хорошо. Да, наверное, я не буду сегодня выполнять этот квест, потому что у меня спецы все-таки немножко разрознены и в других сейчас местах задействованы. Так, а что у нас там с могильником? 4 из 15. То есть, места хватает. Окей. Метеоритная атака закончена. Катастрофа. Отлично. Что у нас здесь? Запас все собрали. Замечательно. Наконец-то можем высвобождать эту территорию. И, соответственно, убирать производство. Ну, пункт сбора. Упразднять, скажем так. Отлично. Все хорошо. Что у нас здесь? Угу. Трансформатор построился. Большое хранилище чистой воды построилось. И, наверное, мы с вами можем запускать строительство двух жилищ. Еще один склад. Пока все хорошо. Что у нас с пайками? Ну, пайков на складе... Вон, другое. Смешанные пайки. 12 единиц. Замечательно. Это значит, что, в принципе, у нас с пищей все потихонечку налаживается. Окей. С водой их все хорошо. С электричеством нормально. Ресурсы пока есть. Вроде как у нас всего пока хватает. Отлично. Не можешь не радовать. С деньгами, правда, у нас косяки. Не можем себе позволить новых спецов покупать. А спецов потихонечку нужно, конечно, прикупать. Ну, что у нас здесь? 10 из 10. Замечательно. То есть, вот это раньше вышло на полный оборот. Здесь у нас что? 6. Ну, блин, еще придется подождать. Здесь у нас 10 из 10. Тоже овец. Все. Тоже на полный оборот вышло. Ну, и здесь у нас уже давно все на полном обороте. И с водой у нас все хорошо. Родился ребенок. Специалист готов к работе. Это какой же? Ага. Ну, опять бабуля. Угу. Опять оружие. Редкие металлы. Окей. Ну, что, бабуль? Ты заканчиваешь потихонечку? Я смотрю свой регион. Да, разведывать? Молодчина. Так. Тайгон. Угу. Здесь ничего полезного нету. Окей. Переходим к следующему региону. Так. Ну, у нас осталось совсем чуть-чуть. Да, сегодня мы явно закончим разведку всей карты мира. И начнем стягивать ресурсы, в общем-то, уже к дому. Наверное, начнем уже занимать все, ну, зачищать, во-первых. И, наверное, занимать регионы, но уже посредством медицинских и, как они там называются, авампосты для того, чтобы сбрасывать ресурсы. Ну, и в конце концов, наверное, построим с вами гараж для того, чтобы наши спецы спокойненько на машинках катались и занимались полезными вещами. Так. Ну, что у нас там у бойца? Да, у нас 20 дниц урона. У Ланкастера у нас 25 дниц урона. Давайте, наверное, чтобы они не сидели дома, отправим их тоже на карту. И потихонечку начнем решать вопрос с заданием. Так. Сейджфорд нам в другую сторону. Нам вот сюда. Ланкастер, давай, выдвигайся. Сюда. У них на двоих, получается, 45 дниц урона. И, в принципе, можно будет подтянуть еще кого-нибудь, да? У нас поблизости, наверное, уже никого и нету. Ага. Так, эти на разведке. Что, где у нас Айви вообще? Айви у нас здесь. Нет, подождите. Айви где? Айви идет домой. У нее половина ХП и у нее вроде как 20 дниц урона. Да, насколько я помню? Да. Она, в общем-то, у нас тоже боевик. Блин, быстрее бы она домой вернулась и уже выздоровела. Так, а Тюдора? У Тюдора у нас, по-моему, 9 дниц урона. У нас чистый собиратель. Ха-ра-шо. Окей. Пусть как раз тогда и собирает. Да, с деньгами проблема. Мы не можем ничего позволить себе продавать. Хотя, в принципе, мы можем попробовать продать первичные ресурсы. Потому что люди у нас распределены на рабочих местах. А лимиты у меня выставлены, да? А что, если нам снять лимиты? Блин, ну это может привести вообще-то к таким последствиям там не очень хорошим. Э, э, что творится? Что происходит? Вы вообще-то сказали, что у нас катастрофа закончилась. Придется все поправлять в ручном режиме, чтобы мастерским облегчить работу. Ну, не хочу я добавлять дополнительные рабочие силы в мастерские. Потому что потом их придется оттуда снимать. Не очень бы хотелось этим заниматься. Окей. Ну что у нас дома? Здесь все построили. Здесь построили. Домовленный склад построили. Жилище. Одно готово. Запускаем модернизацию. В принципе, я думаю, что сделаем-ка я вот так вот. Сниму всю с паузы, пускай достраивают весь район. Достроят. Мы его потом промодернизируем. И начнем потихонечку, наверное, перемещать отсюда здание. А может и нет. Посмотрим. Опять же. Так, что у нас здесь с нашими ребятами? Ага. Дошел? Молодец. Подожди, а куда я тебя рассчитывал? То есть ты уже на месте. Так. И здесь у нас инструменты. Окей. Так. Ресурсный аванпост. Инструменты наши. Отлично. Так. Ты куда путь-дорогу держишь? Ты держал путь-дорогу как раз в этот регион. Окей. И здесь у нас с вами редкие металлы. Задействовали. Ништяк. Все. Еще две новые территории у нас. Здесь инструменты. Здесь редкие металлы. Отлично. Возвращаемся домой. Домой у нас пошла стройка полным ходом. Судя по тому, что значков здесь стало меньше. Опа. На. Построился паб. Я уверен в этом. Да. Построился паб. Он, между прочим, тоже у нас расходует воду. Но здесь у нас как раз-таки водонапорных башен достаточно. Здесь у нас вся территория перекрыта. Так. Колонист повзрослел. Колонист постарел. У нас стало 174 человечка. Да. У нас половина народу как-то умерла от старости. Или от инфекции. Ну, ничего страшного. Что у нас по еде? У нас 1200 с вами единицы рыбы. Я думаю, что пора-ка ее на что-нибудь выменить. Да. Будет полезно. Идем смотрим. У нас проблемы с... А, у нас один день. Да. Мы сейчас ничем не можем поторговать. Мне бы вот эти антибиотики бы не упустить. И йодные таблетки бы не упустить. Так будет все хорошо. Потому что с медициной у нас, конечно, йодные таблетки сейчас есть. Но их не так, чтобы много. Здесь у нас медики есть. Так. Добавляем сюда еще работников. Что у нас? 44 работника? Интересно. Хватает ли на остальные все места работников? Думаю, что хватает. Так. Здесь готово. А, ну, ну, готово? 77 процентов. Все. Потихонечку, потихонечку у нас все работает. Ну что, идем в исследование. Смотрим, чего мы еще не добились. Ну что, да. Давайте добивать, наверное, ветку пищи. Утепление. Да. Это для теплиц. Для теплиц у нас будет расходоваться меньше электричества. Алло. Атас. Хорошо. Все нормально. Запустили. Дальше. Ресурсный у нас полностью изучен. Что нам не хватает? Нам не хватает гаража. Нам не хватает биотоплива. И автоматических производств. Кстати говоря, сколько нам нужно для того, чтобы автоматизировать производство всех наших экстракторов, которые уже существуют? Потому что это люди. Они будут расходовать практически в два раза больше электричества. Ага. Вот в чем и косяк. Пока это для меня не выгодно. Да. Пока для меня это не выгодно. Стоп. Ага. Это уже улучшено. А здесь запускаем модернизацию. Ну, как я и говорил, у меня в планах промодернизировать весь новый район и посмотреть, как оно все будет работать. Есть контакт. Модернизация. Есть контакт. Модернизация. Модернизация. Отлично. Что у нас там бабуля делает? Здесь кусочек не остается неразведанным, так и будет, да, висеть? Угу. Здесь можем еще оружие забрать. Хорошо. Отлично. Бабуля сюда. Тайгон. Разведал. Все. Все. И теперь тебе, собственно, сюда идти. Отлично. Отлично. Бандосы, бандосы, бандосы. Ну, мы сейчас, на самом деле, у Тайгона же тоже 20 сетей урона. На самом деле, он у нас боевик. И нам осталось три всего региона открыть. И нам осталось три всего региона открыть. Раз, два, три. И, собственно, я думаю, что Тайгон этот регион открывает и отправляется домой пополнять ХП и потом переходить уже сюда для того, чтобы помогать нашим спецам. Ну, а здесь Ванкастер и Фридс начинают атаку. Будем потихонечку зачищать. А то Дэд Крик здесь беспокоится. Да. Ха. Беспокоится. О том, что у них там празднуют головорезы. Которые обирают местных жителей. Окей. Что у нас тут с едой и водой? Так. Все классно. Все отлично. Здесь у нас что? Личиночная ферма изучилась? Это не так уж много. Она требует электричества. Нет. Но с пищей мы будем разбираться уже, наверное, в следующих сериях. В этой серии мы будем, в общем-то, стабилизировать ситуацию с нашей колонией. Развивать наш... Развивать наш новый район. Который мы с вами в прошлой серии заложили, но реализуем... Частично реализовали в прошлой серии. Частично будем реализовывать в этой серии. Так. С производством смешанных пайков у нас все хорошо, да? Да. Их активно кушают, как вы могли заметить. И постепенно будем народ переводить на эту территорию. С ресурсами все отлично. Потратилось достаточно много пластика. И что у нас здесь? Модернизация. Да. Модернизация. Подтверждаем. 210 человек. Но, опять же, не смотрите на это, потому что мы еще с вами не убирали здесь ничего. А нам в любом случае придется все вот эти вот лачуги убирать. Потому что здесь нам нужно будет развивать с вами поля. И подобные вещи. Возможно, хорошо. Возможно, конечно, не очень. Но куда деваться. Здесь у нас уже все помодернизировалось. Отлично. И мы, в общем-то, израсходовали все наши ресурсы. И не смотрим на то, что... Их нету. Их все к достатке. Ну, кроме металла. Ну, с металлом постоянная проблема. Я, на самом деле, жду, пока у меня на полную мощность выйдут ранчо. Это мне позволит начать уже развлекаться по другим фронтам. Так. У нас 7 поросят. Соответственно, еще 3 поросенка. И все ранчо у нас будут приносить еду, мясо на максимум. Я думаю, что нам придется добавлять еще ранчо. Кстати, наверное, давайте и займемся этим. Еще пару ранчо добавим. У нас вот здесь прохода нет вообще, да? Здесь у нас дорога не пройдет. Ой, замечательно. Замечательно. Потому что воды у нас плюс 77 единиц. Соответственно, сколько у нас тратит полно... 20 единиц у нас тратит одно ранчо с поросятами. Соответственно, я что хочу сделать? Я хочу, чтобы мы начали торговлю мясом активно. Потому что если мы начнем активно торговать мясом, у нас будет все для того, чтобы покупать все остальные ресурсы, необходимые нашей колонии. И одежду, и оружие, и инструменты. У нас всего будет в достатке. Но для этого мне сначала нужно решить вопрос с тем... Найти тот товар, который мне позволит торговать им. Окей. Здесь мы начинаем, наверное, новый район. Да, давайте, наверное, со всех сторон. Его... Ага. Здесь у нас все занято, да? Да. Здесь у нас я не могу дорожку провести. Заблокировал я эту территорию, получается, каким-то образом. Да, нужно сразу дорогу провести, чтобы у нас потом в будущем проблем не было. Окей. Есть контакт. Давайте, наверное, здесь тоже вот так вот сделаем. Площадь организуем. И добавим ранчо. Будем поросятами кормить всю карту. Не получится нам сюда еще одну ранчо-то вкорячить. Хотя, почему нет? Как раз-таки получается. Давайте, наверное, вот так вот поближе сделаем. Прям друг к другу. Еще два. Вокруг дорога. И надо не забывать про воду. Да, для нормальной воды... Для нормальной работы нужна вода. Отлично. Ну что, ставим воду еще. Водонапорные башни. Естественно, большие. Нам уже маленькие как бы вообще не катят. Наверное, даже еще одну водонапорную башню поставлю вот здесь. Только не маленькую, а большую. Отлично. А здесь можно дорогу провести. Ух, мы сейчас с поросятами-то, а? Займемся. Так, одно на паузу. Хотя туда уже натаскали какое-то количество ресурсов. Второе строить. Построим. Потом модернизируем на него часть поросят. Пускай даже с этой фермы, да? Так, здесь 7. А, по-моему, было 8. Нет? Наверное, ошибаюсь. Торговые караваны прибыли. Окей, окей. Так, мне нужно решить вопрос с лекарствами. Конкретно. Вот сейчас у нас проблем нету. Враги побеждены. Где? О, нихрена себе. Быстро окучили, ребята. Окей. И что там? Обязательное празднество. Буквально пару минут назад город стонал от оглушительной музыки и криков развлекающихся бродяг. Но теперь тут стало удивительно тихо. Бандиты изгнаны прочь. Огрожане, рассыпаясь в благодарностях, собирают для вас награду. 25 консервов и 50 пшеницы. Ммм, ништяк. Окей. А что по жизням? Дэшку отъели от этого и вот этого, да? И у Фрица отъели дэшку. И у Ланкастера отъели дэшку. Ну, на самом деле, я на следующих бандосов не буду нападать прям сразу, потому что это играет роль. То есть, если они вместе нападают, то это меньше занимает, отнимает ресурсов и времени. Ну что, все? Опа, тачка. Давайте, наверное, посадим Тайгона в тачку и его на тачке отправим домой. А, а что бы нет? Тачка останется на торговом складе. Ей можно будет торговать, на самом деле. А, или нет, не помню. По-моему, в дорелизной версии нельзя было торговать. Ну, неважно. Но мы разведали всю территорию, и бабуля, кстати говоря, судя по всему, я не помню, сколько у нее там, 9 единиц урона, она нам становится, в общем-то, ненужной. А что у нее еще по хорошим параметрам? 250 очков науки и 150 собирательства. Возможно, бабулю мы переведем в поселенца. Ну, по крайней мере, не исключено. Так как разведчики нам больше не нужны. Нам нужны боевики. Боевики, боевики, боевики. Окей, ну что у нас в новом районе. Все промодернизировалось. Да, вроде как... А, лачуга еще не промодернизировалась. Окей, лачугу тоже добавляем. 236 единиц свободных мест, но, опять же, это... Это, невзирая на то, что мы еще отсюда ничего не выбирали. А это придется сделать. Так, что у нас здесь? Водонапорные башни. Обезопасит все ранчо у нас от потребностей в воде. Вода у нас в диком плюсе. Еда у нас в диком плюсе. Так, торговый караван-то прибыли? Прибыли. Давайте, наверное, торговать рыбой. Ну что, мне нужны медикаменты. Торговля. Качественные инструменты. Не знаю, дорогие они, зараза. Наверное, нет. Наверное, все-таки медикаменты. Мы будем снижать количество рыбы нашей. Давайте прям вот так вот снизим. Пусть они нам еще денег дают. Хе! А, все. Замечательно. Антибиотики закупили. Но это только в этом, в этой общине. Давайте еще закупать что-нибудь в другой общине. Допустим, в новом приюте. Четыре дня, правда, придется ждать. Блин, до хрена. А больше ни у кого ничего нет. А в Дэдкрике давайте вон йодных таблеток возьмем. 800 монет. Ну, опять же, ага, рыбы у нас уже не хватит, да? А вот так вот. Да, последние бабки, но зато лекарства. Это будет полезно. Что у нас там по еде? По еде мы резко, наверное, просядем сейчас. Хотя нет, я не вижу же особо, что мы проседали. Окей, окей. Все хорошо. А, кстати говоря, надо уточнить. У меня сейчас вот идея в башке возникла. А сколько стоит это все? А, я уже, наверное, сейчас не посмотрю, да? Да. К сожалению, не посмотрю. Ну, да ладно. Так, надо очистить картофельное поле. Что у нас здесь? Бочки строятся? Пока нет. Давайте увеличим, наверное, скорость течения времени. Посмотрим на статистику вообще нашей колонии. Что и как происходит в перспективе. 170 человек. А было 180. То есть на десяточку мы с вами просели. По поводу еды. Я не вижу, чтобы особо она уменьшалась. К воротам прибыл маленький караван. Так. Бессмертное слово. Вы видите у ворот группу самых несчастных выживших, которых только можете представить себе. Их одежда изорвана, лица измазаны грязью, а тела покрыты шрамами. Их предводительница подходит вперед и обращается к вам. Приветствую вас. Посмотрите на нас. Нашей семье много пришлось пережить в наших скитаниях. Вряд ли у вас найдется место для всех. Но, пожалуйста, возьмите хотя бы набушевого дедушка. Вылечите его и выходите. А потом запишите его рассказы. Так наше семейное наследие не сгинит вместе с нами. Отказать впустить всех. Плюс 4 колониста, плюс 30 счастья, которое добавляется к всем нашим колонистам. Да? Да. Женщина, кажется, не может поверить услышанному. Серьезно? Вы примете нас всех? Но мы же такие бесполезные. Спасибо вам. Ничего не бесполезное. Найдем вам работу. Не парьтесь. Все семейство буквально рыдает от счастья. А ваши колонисты, наблюдавшие за сценой, разражаются громкими аплодисментами. Кажется, ваше сострадание уже окупилось. Да, от четверых вообще не проблема. Тем более, что у нас жилья, навалом, у нас рабочих мест мало. Зато у нас еще счастье повышается. Нам что-то надо делать, блин, с развлечениями вообще. У нас баланс минус 100. Давайте их и добавлять, собственно говоря. Собственно говоря, их и добавлять. Так, ранчо готово. Мы его сразу же давайте модернизируем. Пока у меня... А, у меня уже металла нету. Блин, металл не накапливается. Зараза! Торговать придется, что ли, металлом? Да, проблемы у нас, проблемы. Но новый район готов. Ройон. Ройон новый готов. Надо вот отсюда всех выселять. Но пока я себя не обижапашу, это будет проблемно. Специалист в опасности. Бабуля? Не, не бабуля. Это, наверное, все-таки Тюдор в опасности. Ладно, а бабуля может у нас, в общем-то, возвращаться домой. Все, ее миссия наконец-то закончена. Мы разведали всю карту мира с вами. И, в общем-то, в общем-то, ничего тут такого особенного не нашли. Жалко. То есть, я прихожу к выводам, что в релизной версии игры у нас добавились только некоторые виды ресурсов, которые можно добывать бесконечно. Ну, такие как оружие, редкие металлы, инструменты, наука. И, собственно, по-моему, все. Да. А, еще наборы для досуга. Точно, есть такая тема. Тюдор. Тюдор у нас закончил. Забрал все лекарства. И, в общем-то, он на грани, да? Но он спокойно может еще редкие металлы здесь забрать. Потому что здесь никакой опасности не представляет. Сбор. То есть, ну, локация. Айви вернулась домой. Айви восстанавливается. У нее сколько у нас атаки? 20 ниц огневой мощности. Она сейчас у нас пойдет помогать ребятам. Фрицу. И Ланкастеру. Что у нас здесь? Здесь нам говорят о том, что закончен источник. Здесь еще один источник остался. Да. Все отлично. Так. Здесь что у нас? Чистим. Хорошо. Могильник заполнен? Нам нужно еще один могильник строить? Да. Ну, давай. Давайте его здесь где-нибудь и построим. Могильник. Вот здесь вот дополнительный могильник поставим. К нам прибыла группа выживших. Отлично. Один взрослый, трое детей, трое стариков. Принимаем, в принципе. Почему бы и нет? Опять 182 человека, но при этом 44 человека у нас выжившие. Ну, в смысле носильщики. Отлично. У нас прибыли торговые караваны. И что мы можем себе позволить? А ни хрена мы себе позволить не можем. Нам вообще металл нужен. Ну, что-нибудь поближе. Вот здесь вот. В джанк-то не закупимся металлом. 300 монет. Но мы уже можем рыбы еще добавить. Все. Окей. Подтверждаем. Замечательно. Все у нас пока неплохо. Ну, на мой взгляд. Опять же. У нас мы потратили с вами... Ну, один у нас помер, да? Один помер, спец. Но остальных троих мы потратили на поселенцев. Что, в общем-то, добавляет нам редких металлов. И добавляет нам вооружение. Кстати, что у нас с вооружением? Мы можем охотничьих ружей продать, да? Кстати говоря, а что бы нет? Что у нас там с караванами? Два каравана. 18 часов подождем сейчас с вами. И можем куда-нибудь ружья кому-нибудь сбагрить. Пускай наши будут... Наши спецы будут... Точнее, не спецы, а наши специалисты по обороне. Вот эти ребята. Будут пользоваться только автоматическими винтовками. Коих у нас 36 штук, между прочим. Почему бы, собственно говоря, и нет. Так, ладно. Здесь у нас весь апгрейд прошел? Прошел. Здесь у нас апгрейд раньше тоже прошел. Добавляем сюда работника. С водой, я так понимаю, что у нас все хорошо, да? По обеспечению воды. Да, все замечательно. Что у нас здесь с поросятами? 8 поросят, здесь 10 поросят. Так, давайте отсюда переведем... Ну, во-первых, здесь назначим поросят. Чтобы было больше мяса. И отсюда двоих переведем. Опа, переведем на другую ферму. Они сейчас прибудут сюда. И будут, в общем-то, нам... Будем мы наращивать с вами производство мяса. Увеличиваем... Точнее, снимаем с паузы строительство второго ранчо. Отлично. Вообще шикарно. Могильник заполнен. У нас могильник должны построить уже... Уже построили. 2 из 15. Все. Значит, можем на это не обращать внимания. Клонисты с травмами. Клонисты с травмами. А где вы вообще есть, а? Где вы травм получаете? Что там, бандиты? Так, бандиты приперлись. Ребеночек родился. Все ништяк. Бандиты. Триумф смерти. К воротам колонии пришла группа необычайно агрессивных бандитов. Их ужасные кровожадные песни вы услышали издалека. Похоже, это опасные противники. И справиться с ними будет непросто. Почему бы не попытаться откупиться от них, чтобы выиграть время? Так, вернуться на экран колонии, во-первых. Потому что мне нужно добавить сюда наших обороняющихся. Так, чуть-чуть подождем. Хотя и так навалом, да? Раз, два, три, четыре. Взяли оружие, взяли оружие. Ну что? Пошлем их как обычно нафиг? Думаю, да. Угрожать им? Да, угрожать им. Так, похоже, ваши угрозы лишь разозлили бандитов. Угрожающие, угрожающие, гремя оружием, они требуют крови. Что ж, выхода нет, придется сражаться. Отлично. 22 бандита. Так, у нас, где у нас оборонщики-то? Все, давайте сюда все, оборонщики. Собирайтесь, собирайтесь. Тут еще кто-то тусит. Эх, бандосы, бандосы. Не такие уж вы страшные. Но, опять же, это на нашем уровне сложности прохождения. У нас не такая уж большая сложность прохождения сейчас. Ворот нам по-любому снесут. А вот сможем ли мы их вывезти после этого? Не факт. Да не, сможем. У нас здесь как минимум 8 человек. А мне главное, чтобы их меньше осталось. Опа, на. Ну? Где сообщение? Ваши оборонительные сооружения уничтожены. Любой ценой защиты колонии людей. Окей, сколько их? Четверо, да? Вот видите, они стреляют одиночным выстрелом. Потому что у нас винтовок много. И они, винтовки, охотничьи ружья. Берут в первую очередь. Так, у нас один помер защитник. Одного колониста мы потеряли. Две автоматические винтовки получили. 30 единиц металла и 217 единиц денег. Отлично. Ладно, меня все это в принципе устроит. Ну да, конечно, обидно, что мы одного потеряли. Но опять же, зато мы не используем здесь спецов. От слова совсем. Снимаем. Хорошо. Так, у нас ничего не изучается. А это, кстати, проблема. Ладно, в пище мы изучили с вами все. Теперь у нас нет проблем в возможностях строительства пищевой направленности, пищевой инфраструктуры. В самой инфраструктуре что мы еще не изучили? Да много чего мы не изучили, да? Я прям даже не знаю. Может быть крупные ротаторы начнем изучать? Оп. Так, усиление. Это у нас что будет? Большой трансформатор. Полезно. Обычный сигнал трансформатора путем несложной доработки можно усилить. В результате вы сможете передавать энергию на большее расстояние. Отлично. Дальше. Потом будет массив аккумуляторов. Да. Мы будем строить большие аккумуляторные батареи, да? Сберегает много лишней энергии. Запасенная энергия используется в тех случаях, когда ее расход превышает производство. 6 тысяч энергии можно будет поставить в запас. Мне это нравится. Погружные насосы. Решение проблем с водой. Но у нас водоемы далеко. Хотя, в принципе, у одного водоема мы можем с вами поставить погружной насос. И перейдем в крупные ротаторы, чтобы электричество можно было бы добывать большими ветряками. Да, производство большего объема электроэнергии. Эффективнее ветряков и работает во время снежных бур. Опа-на. Но требует частого обслуживания. Прекращает работу во время магнитных бур. Ладно. Это будем, значит, учитывать. Хорошо. Вроде как изучение мы с вами распланировали. Дома у нас с вами строится второе ранчо. Да, я так понимаю. Ага. Бетон натаскают сейчас и будет строиться. Окей. В торговле. В торговле у нас что? В торговле закончено? Покончено с торговлей. Ну что? Давайте выберем что-нибудь поближе. Что-нибудь поближе. Два дня. Восемь часов. Вот здесь вот. Один день. Четыре часа. Тридцать три таблетки йодные. Забираем. Забираем все. Девятьсот единиц. И, естественно, впарим им оружие. Да, есть у нас здесь оружие-то. Вот. Охотничьи ружья. Двести три единицы монет. Всего-то? Я думал, дороже будет стоить. Ладно. Значит, нужно еще чем-нибудь компенсировать. Давайте мясо немножко отдадим. Угу. 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 Чтобы нам еще бы им продать. Получается, что рыбу только остается. Окей. Окей. Ладно. Скоро будем снабжать всех мясом. Будет это шикарно у нас. Что у нас здесь? Поросята два. Угу. Два уже поросенка здесь есть. Здесь у нас семь поросят. Соответственно, еще один поросенок у нас добавился. По еде я особых проблем не вижу. Вижу большое количество мяса. Отлично. Ну что, второе ранчо? Второе ранчо. Дома Тайгон пришел. Выздоровит. И можно будет отправлять на карту мира. Что у нас здесь? У нас Чудор закончил добычу редких металлов. Отлично. По дороге безопасно он еще что-нибудь сможет добыть? Нет. Мы уже все собрали рядом с колонией. Ладно, возвращаем его домой. В принципе, пускай загружает. У него много там лекарств и много редких металлов. Отлично. Что у нас там бабуля делает? Бабуля жива-здорова. У нее 9 единиц урона. И она нам, в общем-то, бесполезна. А что у нее по собирательству? 150. А науки 250. 150, да? Опа, на защитные костюмы. Вот сюда хочу. Вот сейчас бабуля у нас превратится в поселенца и придет сюда ставить ресурс на вам пост на защитные костюмы. Правильно? Да. У нас уже, по-моему, такой один есть. Но все же. Ладно, все остальные вроде как у нас в пределе, да? Воюют? Ага, не воюют. Они бездельничают. Ладно. Отправляем. Вдвоем, я думаю, они, в принципе, порисанут этих бандосов около Деткрика. Ну, будем надеяться. Так, здесь все ремонтируется. Отлично. Тайгон сейчас выздоровеет, пойдет на помощь. Айви. Айви, кстати говоря, тоже выздоровела. И у нее тоже 20 единиц урона. Так что давайте ее тоже отправлять на карту мира. Тайгон, блин, побыстрее бы ты выздоровел, дружочек. Так, Айви, Айви, Айви. Выздоровела. Иди-ка пацанам помогай. Через ход она придет и будет помогать. Отлично. Что у нас здесь? Строительство закончено? Только началось. 20%. Хорошо. Ну что, давайте, наверное, озаботимся чем-нибудь, чтобы поднять настроение нашим клонистам. А то минус 22 это уже перебор. И, наверное, еще надо туалетов добавить. У нас здесь с вами свободное место есть, вроде как. О, как, а? Нормально? А что, я думаю, 6 туалетов? Нормально. Я думаю, это надолго закроет нам вопрос с гигиеной. Хотя, не уверен. Так, здесь проужим дорожку. Отлично. Вода же здесь есть у нас? Да, вода у нас здесь есть. Хорошо. Ждем, пока построятся туалеты. И, наверное, давайте добавлять развлечения. Развлечения. Что мы можем там нового добавить? А ничего на самом деле. Яму для боев слишком мало развлечений даст. Если она в базе дает десятку... А, она не в базе дает десятку. Нам здесь уже показывается... Да, нам уже здесь с дебафом показывается. Хорошо. Ботанические сады. Вода нужна. Ну, в принципе, с водой у нас все хорошо. Давайте пару ботанических садов куда-нибудь поставим. В принципе. А почему, собственно говоря, и нет. Так, где у нас есть вода? У нас вот здесь вот есть вода. Блин, ну как-то нерационально здесь будет, да? У нас же здесь плодородная почва, по идее. А, нет. Здесь уже плодородной почвы нет. Блин, не хочется мне сюда вкорячивать. Надо куда-то сюда вкорячивать развлечения. Сюда можно попытаться. Давайте, да. Так, значит, целью у меня поставить где-то два ботанических сада. Они дадут нам плюс 30 к развлечению. Вот здесь вот почему, собственно говоря, нет. Раз. Жалко, сюда не влезает. Ну, давайте, наверное, да, наверное, давайте здесь еще поставим одно. Так, ну что, пару памятников. Памятники. Да, еще двадцатку нам дадут. Сюда не влезаем, да? Угу. Пару памятников надо где-то поставить. Ну, памятники можно где-то здесь поставить. Я думаю, вполне себе. Чтобы у нас колонисты отдыхали по дороге на работу и с работы. Отлично. Пару памятников. На все это нужны ресурсы. А что нам сюда не хватает? Вам сюда не хватает этих, да? Набора для досуга. Хм. Ну, они постепенно будут у нас вроде как накапливаться. Поэтому, в принципе, я на это внимание не обращать не буду. Как накопится, так накопится. Окей. Что у нас? Тайгон тоже уже готов? Хорошо. Тайгон тоже готов. Пускай идет тоже помогать ребятам. Хотя, я думаю, что ребят справится до того, как он туда дойдет. В конце концов, сюда уже Айви должна дойти, по идее. Не дошла. Ладно. Но нам это позволит дальше развивать нападение на бандосов. Отличненько. Что, второй ранчо у нас готово? Второй ранчо готово. Сразу же запускаем модернизацию. Ну, потому что нет смысла ждать. Лучше потратим ресурсы. Заранее. Так, что у нас с медикаментами? Медикаменты все есть. Народ у нас лечится нормально. Радиационное заражение. Ничего, сходи в палаточку. Подлечися, как говорится. Квест мы выполняем. Территорию мы открыли. Новый район мы полностью построили. Нужно добавлять, на самом деле, столовые. Еще одну. И нужно, наверное, уже здесь строить нам новый жилой район, который позволит нам перевести, разгрести здесь всю территорию, для того, чтобы здесь нам строить новые поля. Да, с едой нужно тоже как-то вопрос решать. 380 линей с мясом. Не так уж и много. Но, в общем-то, полезно. Полезно. Да. Ну что, увеличиваем скорость игры на троечку. И посмотрим, как у нас остается с устойчивостью. Что у нас с дровами? С дровами более-менее все. Хотя, они расходуются и туда, и сюда. 184 человека. Еще 50 свободных мест. Но, опять же, это я сделал с запасом на то, чтобы этот район перестраивать. Здесь мы будем чисто, чисто жилой район, наверное, строить. Чтобы он нас обслуживал, у нас будет, получается, тогда здесь жилой район, который обслуживает эту территорию и эту территорию. И здесь будет жилой район, который будет обслуживать эту территорию и эту территорию. Ну, в принципе, все нормально. Так, враги побеждены. Угу. Ну, как я и говорил, Тайгон ни хрена не успел дойти. Ладно. Зато... Так, давай, Тайгон, ты вот здесь вот соберешься. А, Айви вот здесь соберется. Здесь, ребята, у кого там меньше жизней? Эээ, блин, да без разницы. Ладно, начнем с Фрица. Так, последний бандит падает замертво на белоснежную скатерть банкетного стола. Блюда, приготовленные бродягами, остались нетронутыми, а горожане могут закатить пир по случаю своего освобождения. Они тут же собирают для вас награду в знак благодарности. 30 единиц овяленого мяса. Отлично. Ну что, я думаю, что мы Ланкастер и Фрица отправляем домой. Пускай восстанавливают силы. А Тайгон и Айви сейчас у нас будут раскатывать вот этих бандосов. Да, будет неплохо. Дома у нас все более-менее. Все неплохо. Колония у нас уже здоровенная. Огромная, я хочу сказать вам, колония. Что у нас здесь? Здесь у нас нет свободных рабочих. Это бетон. Ну, бетон у нас почти выходит в... Почти выходит в лимит. Родился ребенок. Торговый караван прибыл. Что у нас? Еще 9 часов осталось до следующего торгового каравана. И, в общем-то, я не вижу больше никаких необходимых для нас вещей. Тем более, что винтовки мы... Автоматические винтовки 41 штука. Мы их только-только, блин, приобретаем и приобретаем. Тюдор, Тюдор у нас дошел до дома, нет? Блин, иди домой-домой уже. Че ты? Фигней занимается. Бабуля тоже до дома. До дома, до хаты. Отлично. Ну что, получается, подведем итоги этого. Этой серии. А итоги у нас получаются таковы. Мы поставили еще два ранчо. Мы, наконец-то, застроили весь наш запланированный район. Тем самым, у нас теперь всегда в запасе дофига свободного места. Но это до тех пор, пока мы не начали расселять наши плодородные территории. Что еще в этой серии мы сделали с вами? Вернули достаток воды. И поставили... Да, и начинаем потихонечку производить пищу. Ну, в смысле, мясо. Для того, чтобы торговать. Да, кстати говоря, давайте, наверное, переведем... Переведем на это ранчо еще больше поросят. Оп. Перевели. Перевели. Сюда же пошли они, надеюсь. Здесь уже пятеро поросят, между прочим. А переводил я тоже двоих. Здесь шесть. И здесь... Я не понял. Ага, они сюда перевелись. Так, ладно. Давайте тогда поступим следующим образом. Пока поставим это ранчо на паузу. Как только здесь разрастется количество живности... Скота. Мы введем с вами и это ранчо тоже. Да, ребята. Да, ребята. И также мы сегодня с вами закрыли исследование карты мира. Это не может не радовать. Что ж, хочу сказать вам. Если вам понравился ролик, не забудьте, пожалуйста, поставить палец вверх. Подписаться на мой канал. С вами был СОП. Пишите комментарии. СОП.